Сарапул Вести и председатель Сарапольской городской думы Сергей Смоляков. Что есть, что нужно, что нельзя. И именно огромная благодарность именно вам за это. Почетной грамотой правительства Удмуртской республики награждены Анна Аркадьевна Максимова, преподаватель Детской школы искусств номер 3. Наталья Дмитриевна Москвина, заведующая отделом маркетинга и связей с общественностью Централизованной библиотечной системы. Наталья Александровна Кирьянова, преподаватель по классу Домры Детской школы искусств номер 1 имени Бобровского. Вера Ивановна Килина, преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер Детской школы искусств номер 2. Татьяна Николаевна Голубина, хормистер народного вокального ансамбля Иван Дамарья, Дворца культуры радиозавода, награждена почетной грамотой Министерства культуры и туризма Удмуртской республики. Также этой высокой наградой удостоена Ирина Игоревна Красноперова, преподаватель Детской школы искусств номер 2. За творческий подход к организации библиотечного обслуживания подрастающего поколения, внедрение инновационных форм в организацию библиотечного обслуживания, почетной грамотой Министерства культуры и туризма Удмуртской республики награждена Екатерина Алексеевна Глухова, заведующая филиалом библиотека «Солнечная» централизованной библиотечной системы. В этот день многим работникам сферы культуры также были вручены благодарственные письма и почетные грамоты от Министерства культуры и туризма Удмуртской республики, главы города Сарапула, а также администрации города. С 11 по 13 марта в выставочном центре «Крокус-экспо» в Москве проходила 12-я международная туристическая выставка «Интурмаркет», в которой приняли участие почти полторы тысячи представителей от 38 стран, а также регионов России и зарубежья. В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко, министр культуры Владимир Мединский, руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. Они отметили, что «Интурмаркет» является выставкой номер один в России по продвижению внутреннего и въездного туризма. На выставочном стенде Удмуртской республики работали представители группы компаний «Турист», санатория-профилактория УВА и администрации города Сарапула. Мы презентовали тур по республике «Влюбиться в Удмуртию», разработанный в прошлом году. Одним из ключевых пунктов маршрута является город Сарапула. Также рассказывали о достопримечательностях и предложениях города Сарапула. Удмуртия интересуются и готовы приезжать. Насколько успешно мы приняли участие в выставке, покажет количество туристов, посетивших наш регион в грядущем сезоне. На выставке мы не только представляли себя, но и учились, перенимали опыт других регионов, посещали круглые столы, семинары, лекции. Полученные знания мы планируем обязательно внедрить в работу. Три дня участники представляли свой туристический потенциал. Ключевым участником выставки в этом году стал Алтайский край. Особо посетители отметили мощные презентации объединенных региональных стендов Центрального федерального округа, субъектов Северного Кавказа, межрегионального стенда «Арктика», стендов Ростовской области, города Москвы, Челябинской и Сверловской областей. В выставке приняли участие традиционные лидеры выездного турпотока россиян – Турция, Испания, Греция, Болгария, Китай, Египет и другие. Они ежегодно привлекают большое количество посетителей яркими стендами, выступлениями артистов и дегустациями национальной кухни. За три дня в выставку Интермаркет посетили почти 75 тысяч человек. 2017 год для Сарапольского политехнического института – юбилейный. Учебные заведения готовятся отпраздновать свое 55-летие. За это время вуз прошел славный путь от вечернего филиала Ижевского механического института до Сарапольского политехнического института филиала Ижевского государственного технического университета имени Калашникова. В 1962 году в Сараполе был основан филиал Ижевского государственного технического университета, ныне университета имени Калашникова. На сегодняшний день мы активно развиваемся. Мы работаем с предприятиями, улучшаем свой научный потенциал, развиваем профессорско-преподавательский состав. За все годы существования нашего института было выпущено более 6 тысяч квалифицированных специалистов. Решение об открытии в 1962 году в городе Сараполе вечернего филиала Ижевского механического института не было случайным. Оно было вызвано велением времени и четким пониманием того, что дальнейшее развитие региона должно быть тесно связано с развитием высшего образования, что появление высшего учебного заведения в Сараполе, развитом промышленном центре Среднего Прикамья, позволит решать не только вопросы подготовки квалифицированных инженерных кадров, но и создаст новую социально-культурную среду в регионе. Основные вехи становления вуза неразрывно связаны с развитием машиностроения и оборонно-промышленного комплекса страны. На всех этапах развития деятельность учебного заведения была ориентирована на основные социальные запросы общества, на удовлетворение потребностей региона в высококвалифицированных специалистах и научно-педагогических кадрах высшей квалификации на развитие научного потенциала. С годами менялась экономическая ситуация и запросы общества. Возникали новые потребности в тех или иных специалистах. Вместе с этим менялся вуз. И вот только приход новой команды, во главе Сверхкутовой, Татьяны Алексеевны, изъятно взбодрил нас. Сейчас дело пошло на поправку. Но, на мой взгляд, с 2011 года, когда мы были вынуждены перейти на бакалавриат, мы просто стратегически утеряли все возможности для дальнейшего развития. Поэтому сейчас мы думаем о том, каким образом все-таки обеспечить подготовку специалистов так, чтобы они устраивали и заводы, и соответствовали требованиям государства, и были хорошими специалистами. Хочу обратить внимание, что у нас есть возможность подготовки в магистратуре. На кафедре функционирует длительное время аспирантура. Сейчас у нас два наших выпускника ведут занятия. За годы работы филиал подготовил большое количество высококвалифицированных специалистов, которые сегодня успешно трудятся в разных отраслях экономики России. От предприятий машиностроения, приборостроения и IT-технологий до социальной сферы и области государственного и хозяйственного управления. Большинство выпускников трудятся на градообразующих предприятиях Сарапула, продолжая и приумножая их славные трудовые традиции. Сегодня Сарапольский политехнический институт – это современное образовательное учреждение с высоким научным потенциалом и развитой материально-технической базой, уверенно смотрящей в будущее. С 11 апреля по 14 мая в Музее истории и культуры Среднего Прикамья будет работать выставка «Микроминиатюр. Дива под микроскопом». Микроминиатюра – редкий вид искусства, представляющий собой создание под микроскопом маленьких удивительных творений. Порой настолько маленьких, что их просто невозможно различить невооруженным взглядом. Каждый экспонат создается исключительно вручную под микроскопом. А вы видели подкованную блоху, а верблюдов в угольном ушке, а самую маленькую елку в мире? Все это, а также множество других удивительных работ вы можете увидеть на выставке «Микроминиатюр. Дива под микроскопом». На этом выпуск программы «Сарапул Вести» завершен. Впереди прогноз погоды. Мы прощаемся с вами до следующего эфира и желаем побольше хороших вестей. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!